Доброе время суток, друзья! Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о вот таком, о такой вот крупе. Нет, вы её не слышали. И я совсем недавно услышала об этом универс... Удивительном, удивительной крупе, которая очень-очень полезна. Ну, естественно, как и во всех продуктах, есть и вред. Поэтому я решила, думаю, я поделиться, вот нашла и решила поделиться немного о ней. Все вы крупы слышали, даже булгур её уже готовили, но это, это просто забытое. Она была много-много веков назад, эта крупа, которая называется полбовая. То есть, крупа полба. Это дикая пшеница. Видите, она похожа на перловку. Ну, не перловка, это дикая пшеница. Она была много тысяч, тысяч лет назад. И не только у нас в России, там, в Черноземье и так далее. Но оно было и в Италии, и в этих... на Западе Германии. То есть, в других странах, значит, Греции, Риме, в Риме и так далее. И называлась она у них по-разному, у всех по-разному. У кого-то Форро по-итальянскому, по-немецкому Денкель и так далее. Я не буду вам внедряться. Но факт то, что это очень-очень полезная крупа. И сейчас я вам потихоньку, по-варядочку расскажу о ней. Очень. Даже вообще я... Она растет, в основном, называется дикая пшеница. Дикая. Она очень любит хорошую почву. На плохую она не будет практически расти. То есть, зерушка как двойное. Ну, как перловка, но не перловка. Блюда, получается, оригинальные. Также эти блюда добавлять... Ой, не блюда, а эту крупу можно добавлять и в супы. И делать... и пироги даже можно делать. Так как же из перловки это можно делать. Значит, выпечку можно делать. Значит, очень вкусная. Из нее можно сделать муку и хлеб. Получается тоже такой своеобразный. Поэтому очень-очень хорошая. И она постепенно входит у нас в обиход нашим. Но пока она не продается. Где-то вот продается она, по-моему, в очень таких современных супермаркетах. Таких вот можно найти в дорогих супермаркетах. Где-то буквально практически у них там должно быть все-все-все-все. Вот, по-моему, там где-то я и видела. Ну, я так прочитала, думаю, что это за... Не придало значения, когда вот я булгуру видела. Потом вот это, думаю, да, это, потом перлог. Хотя там написано, там было написано вот именно так, как полбы. Ну, и вот, как обычно, мы не знаем. Но потом, когда прочитала, что это очень полезная каша, и сейчас по порядочкам. То есть, очень полезная крупа. Значит, ее можно добавлять во все... Вот, гарниры можно делать с овощами, с мясом и так далее. Так же, как и булгур. Варится она тоже долго. Ну, в общем, сейчас я вам расскажу о пользе и вреде. Тут можно много-много говорить. И вот здесь по порядочку я вам сейчас буду здесь. Вот состав. Значит, она низкокалорийная. Вот показано, значит. Значит, состав. Растительный белок до 37%. Витамины группы В, П, П и Е. 18 видов аминокислот. Это 18, очень много. Множество микроэлементов. Таких, как, задумываемся, железо, кальций, фосфор, медь, кальций и прочие. Даже там, даже прочие, представляете? Это немаловажно, прочие. Вот. Далее. Полба, польза и вред для организма. Опять, это вот противопоказание, как к любому продукту есть. Вот в этой полбе. И употреблять ее нужно тоже с осторожностью. Проконсультироваться у кого-то там с проблемой с кишечником и так далее. И тому подобное. Все нужно консультироваться. Значит, польза. Это зернышко. Значит, этого польза, этого зернышко, оно нормализует функцию кишечника, профилактические средства от онкологии, нормализует давление, психологическое состояние, уменьшение глюкозы, благотворно влияет на состояние кожи, зрение, память, концентрацию внимания. Это просто уникальный продукт. Просто. Ну, естественно, уже я про вред сказала, может произойти у кого-то проблемы, если есть, вот там находится вот эта клейковина в зернах, такая, и может быть, вот сдутие у кого-то. Ну, то есть, кто не переносит вот своего рода пшеничные злаки. Вот здесь пшеничная каша, кто-то у него не пшеничная, да, каша, кто-то вот кому-то нельзя. Вот этим людям, значит, противопоказана эта каша. Поэтому это всё вы должны консультироваться. Вот, например, она очень полезна при похудении. То есть, диетологи обычно её назначают. Вот там находится 127 килокалорий. Представляете? На 100 грамм. 127 килокалорий. Помогает при диетическом питании. Вот они нам так вот дают. Вот, ну, просто оригинально. И рецептов здесь, вот этой каше, очень-очень много. Очень много, значит, варить её, сколько за, значит, один стакан полбы, четыре стакана воды, там можно с молоком, это для каши. То есть, варится она долго, можно замочить на ночь, если вы хотите. А так она варится, может вариться, около часа может она вариться. А хорошо, если она в горшочках будет вариться. Вообще будет прекрасно. Вот так, что я вас решила сегодня ознакомить вот с такой вот кашей, которая называется не болбовая, а полбовая каша. Продается она, оказывается, эта каша. Вот так, что вот такие вот, друзья. Я вкратце вам рассказала об этой каше и немного о пользе. И много-много здесь рецептов. Очень много рецептов. Если вы захотите, то вот для, ну, узнаете эти рецепты, готовить кашу, это хорошо в духовке, вот как я уже говорила, полтора-два часа при температуре 170 градусов. Естественно, если вода будет уходить, то, естественно, подливать. Если она впитала. Она впитывает в себе, конечно, естественно, она будет впитывать в себе. То есть эта каша дает такую насыщенность, сытная она. И небольшую порцию ты съешь, но ты уже насытился и надолго. Вот почему диетологи означают людям, у кого повышенный вес. То есть ты съел немного и уже ты насытился. Тебе не хочется, долго уже будет кушать перекусы такие, конфетки и так далее. Вот так что вот такие, друзья. Так что можно и каши, и супы добавлять, и гарни... То есть тушить с овощами можно с... В общем, в общем, как обычно, но нужно запомнить, что она будет долго. Вот желательно ее парить, как они... Как раньше вот в печи у нас в духовке парить ее нужно в специальных таких кастрюлях. Так что вот такие, друзья. Информацию, которую я до вас нанесла о полбовой каше. И если вам интересно, зайдите, узнайте рецепты, как готовиться, приобретите. я думаю, что она сейчас уже у нас появляется в крупных городах. Она сто процентов есть, только нужно походить, поспрашивать. Так что спасибо, друзья, за внимание. Будьте здоровы, ешьте здоровую пищу и берегите себя, насыщайтесь, сейчас витамины и так далее. Природа, гуляйте, вода, все это нас лечит. И сидите дома и так далее. Так что, друзья, будьте здоровы. Пока-пока. До новых встреч. Здоровья и еще раз здоровья, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok